Эта программа будет вкусно, рада всех приветствовать! Ох, сегодня у нас будет очень вкусно. Правда, возникает вопрос, а где же мясо? Но это мы и обсудим с моим гостем в студии Анны Тикинбаш. Аня, мало того, что нет мяса, еще и нет мужа, который должен был все это готовить. Ну, вообще, это должно было быть парное катание, как я называю. Но в связи с тем, что его срочно вызвали на работу, мы остались вдвоем. Вот, и сейчас расскажем, что мы должны приготовить и почему это будет так интересно нашим зрителям. Добрый день! Мы сегодня будем готовить три блюда. Самые такие очень простые, вкусные и очень распространенные в Турции блюда. Первое, это мы будем готовить чечевичный суп. Чечевичный суп. И это очень вкусно. Это очень вкусно. Все, кто были в Турции, наверняка его пробовали. Дальше мы будем готовить уникальный турецкий плов, который едят в каждой семье. И любимую фасоль. А любимую фасоль, она любима кем? Она любимая мной, моим мужем и всеми нашими друзьями. А муж у нас турок просто, надо сказать сразу, чтобы не было вопросов. А борщ-то он любит? Любит. Борщ я готовлю регулярно, очень вкусно, это любимый суп. Но все равно, я так понимаю, что с момента, когда вы познакомились, познания в турецкой кухне, они стали гораздо шире. Потому что, вот допустим, традиционный турецкий плов, вот те, кто бывал в Турции, да, тот может быть знает. Те, кто там пока не был, могут только догадываться о том, что это такое. Да, я абсолютно согласна, потому что, когда я увидела, что турецкий плов готовится с вермишель, с вермишелькой, я была просто в шоке. И когда я была в Турции... И половина людей такие, ооо, с вермишелькой, да, друзья, с вермишелькой. Мы сейчас покажем как-то, да? Да, покажем как. Вообще получается так, плов, суп, еще что? И фасоль. И фасоль. То есть фасоль не ингредиент, а отдельное блюдо. Отдельное блюдо. Отлично. С чего мы начинаем? Что будет первым? Так, я предлагаю готовить все параллельно. Поэтому мы начнем суп и фасоль. Отлично. Что нам нужно для этого? Так, начинаем мы с того, что нам нужно отварить фасоль. Мы берем кастрюльку, наливаем туда кипяток. Воды много, немного? Немножко. А, кипяток, да? Кипяток. Можно кипяток, да. Так. Сейчас мы сделаем кипяток. А вообще начали осваивать турецкую кухню после замужества или после знакомства? Сейчас это очень тонкий момент, чтобы вы понимали. Да. Конечно, после знакомства. То есть, ну, как бы понравился, глаз положили, надо брать. Надо брать. Надо брать. Решили брать. Брать чем? Ну, путь к сердцу мужчины, он пролегает по известному шоссе, поэтому все понятно. Стали изучать. А он готовится вообще-то? Он готовит. Он готовит редко, но как он готовит? Он вспоминает блюдо, которое ему очень нравится в Турции. Он его вспоминает, изучает, звонит родственникам, узнает нюансы. После этого говорит, мы сегодня будем готовить вкусную турецкую еду. Готовит. Показывает мне, как делать дальше. И дальше готовлю я. А, молодец. У него нет русских корней? Нет. Мне кажется, очень похоже. Вот. Так, хорошо. Воду мы ставим. Воду мы ставим на большую плиту, ну, чтобы она быстро сварилась. И, в принципе, я думаю, что можно сразу положить фасоль. А фасоль мы используем, ну, стандартные. Да, обыкновенная стандартная фасоль. Она может быть более тоненькая или вот такая вот в виде лобиа. Это не принципиально? Это не принципиально. Конечно, очень вкусно, когда это свежая фасоль. Когда это свежая стручковая фасоль. О, а не. И в августе, когда был урожай, я ее заранее, большой пакет купила, заранее порезала, заморозила. Конечно, у нее другой вкус, но такая тоже отлично. Сейчас не август, да, можем добавлять смело. Варим долго? До готовности. Ну, минут 10. Хорошо. Сейчас пока закипит все это дело. Параллельно делаем что? Параллельно мы готовим, мы готовим сейчас фасоль и будем готовить суп. А суп мы готовим здесь? Суп мы готовим здесь, да. Хорошо. Для супа нам нужно что? Нам нужно сначала обжарить, нам нужно пожарить лук, морковка. Вот можно половину луковицы, половину луковицы и мелко-мелко-мелко порезать. И морковку. Так, а я буду готовить, я буду резать лук для фасоли. Живете вы здесь? Живем мы в Хабаровске, да. Как друзья восприняли мужа иностранца? Почему спрашиваю? Потому что, ну, в наших краях-то, в общем, редкость, да? Ну, не так распространено. Да. И поэтому все, Аня, серьезно? Вот так вот, да, было, нет? Так и было? Так было. Так и было, потому что все-таки это... У нас турок не так много в Хабаровске, их очень мало, и поэтому это такая нераспространенная американец. Ой, ну, нераспространенная иностранец. Ага. И девчонки спрашивают такие, а как вы общаетесь? Через какое-то время все мои друзья познакомились с ним, поэтому он разговаривает по-русски. Разговаривает достаточно хорошо. Такой наш Хабаровский дурак, все хорошо. Да. А как родственники там восприняли? Ну, всегда же родители, тети, дяди, они говорят, посмотри, какая хорошая девочка в соседнем доме, с которой ты дружил с первого класса. Где ты взял эту голубоглазую красивую блондинку? А где взял, кстати? Мы познакомились через социальные сети. Вот, а вы говорите, социальные сети зло. Конечно, социальные сети работают. Сейчас я смотрю, люди отворачиваются от экрана и начинают... Не-не-не, подождите, мы сейчас расскажем. Нет, ну, в социальных сетях можно представиться и прикинуться кем угодно. И не факт, что человек будет соответствовать тем требованиям или, там, может быть, тем желаниям, которые есть на сегодняшний момент в жизни. Конечно. Да, поэтому, что меня тогда поразило и, скажем так, привлекло, то, что мой будущий муж, он сказал так. Вот мы познакомились, вот мой номер телефона, позвони и будем общаться в реальности. То есть мы не общались в социальных сетях. Мы практически сразу, как только познакомились, стали общаться воочию. Поэтому это огромный плюс. У него день рождения был? У него день рождения был 1 апреля. Вот, поэтому, собственно, мы практически поздравляем с наступившим днем рождения. С наступившим и с наступившим ювелеем. Вот, отлично. Были вы там родственников, готовили вы им что-то или нет? Потому что, ну, всегда же за мальчиков переживают, как же там, вот, будет ли, я знаю, кормить вот эта вот иностранка. К сожалению, я у них не готовила. С родственниками я... Может, к счастью. Может быть, к счастью, да. Ну, я думаю, что это все впереди. Мы, я готовила... Мы когда были, отдыхали в Турции, были в Турции, мы снимали апартаменты. И, конечно же, я готовила своего мужа сама. Я думала, мы жили дома. Мы жили... Это очень удобно выйти замуж за человека, который родом из курортной страны. Конечно. То есть, он домой, вы на отдых. Да, да. Вообще хорошо. Так, но все равно жили в апартаментах. Мы жили в апартаментах, да. И когда мы ходили в гости к родственникам, то, конечно, мы с ними общались. Я кушала настоящую турецкую еду, именно домашнюю. Она очень своеобразная, она очень вкусная. Конечно, для нас она непривычная, но это такие абсолютно другие вкусы. Очень такой хороший опыт. Ну, конечно, отдых очень даже, мне кажется. Так, я поменяю местами, потому что здесь конфорка побольше, и дело пойдет побыстрее. Хорошо. Вот, а здесь пока как раз убьем. Мы здесь будем жарить лук? Да. Вот как раз лук для супа можно сразу жарить здесь. Наливаем чуть-чуть масла и обжариваем. И обжариваем лук. Обжариваем до какого состояния? До золотистого цвета. Так, мы возьмем оливковое для жарки. Да. Я думаю, что будет хорошо. Так. Знаешь, и можно сразу включить сковородку, которая для фасоли. Легко. Сразу же. Все, пусть она стоит, тоже греется. Вообще, как давно знакомство состоялось? Мы познакомились, вот скоро будет как 8 лет. Давно. Давно. А просто многие считают, что в соцсетях люди не ищут ничего серьезного. Это вот исключительно так, знаете, знаете, да, наверное, догадываетесь, о чем я говорю. А когда проходит столько лет, ты понимаешь уже, что все серьезно и надо переходить к следующему шагу. Как предложение сделала? Мы были вместе два года, и Амэро решил, что он хочет со мной провести всю оставшуюся жизнь. И мы планировали... Ты романтичный. Да, да. Хотя мой муж такой неромантичный, но при этом очень ответственный, очень конкретный, и поэтому, как только появилась возможность, мы сразу поженились. То есть он говорит, Аня, я хочу провести с тобой всю жизнь, ты прекрасно готовишь борщ, я все понял. Да. Да, тут все-таки да, мужчины в этом смысле, но это хорошо. Конечно. Это хорошо. Так, нужно валить масло, и готовим. Ань, я знаю, что друзья просят... Ань, приходи в гости, приготовь турецкую еду. Да. Друзья, вы немножко бессовестны. Знаете почему? Когда человек приходит в гости, он не должен готовить. Это я сейчас своим друзьям говорю. Ну и Аниным заодно, понятно, да? То есть человек приходит в гости, он не должен готовить. Может быть, он готовит и так на работе. Но, нет, для любимых друзей, конечно, можно готовить. Конечно, конечно. Чем кормите? Вот таким вот, да? Разнообразно. Разнообразно. Конечно, мы любим и турецкую кухню, потому что она экзотична. Вот согласись, что когда ты приходишь в гости, ты хочешь других вкусов. Ну, конечно. Ты хочешь даже вот обыкновенный суп, приготовленный твоей подругой, он будет гораздо вкуснее, потому что это не ты приготовила. Да, не ты стояла у плиты 2 часа, ты отдыхала в этот момент. Очень вкусно. Скажем так, это другой просто вкус, другие такие нюансы, и мы через вкусы более, скажем так, более сильно познаем мир. И поэтому, конечно, когда приходят мои друзья, я с удовольствием готовлю турецкую кухню, потому что для них это экзотика, для них это вкусно и непривычно. Нет, ну это хорошо, когда есть такой навык. Так, это можно закидывать в сковородку, а это я закидываю как раз, ну, она пока разогревается еще, не такая быстрая, а вот здесь как раз уже все хорошо. Так, ну, готовим суп, да? Так, половины луковицы хватит, да? Половины луковицы хватит, сейчас мы сделаем морковку. Нарезка какая? Вот у лука понятно, а морковку как? Мелко, тоже мелко. И можно добавить чеснок. Я прям предвосхищаю вопросы. Аня, где мясо? Где мясо? Где мясо? Дело в том, что я не ем мясо, и мой муж тоже его ест очень мало. Я думала, ты сейчас скажешь, я не ем мясо, и мой муж съедает две порции, и он тоже мало мяса ест. Он мало мясо ест. Но в турецкой кухне мясо, оно же... На самом деле, в турецкой кухне самое большое количество овощных блюд. Самое большое количество. Там такое разнообразие. Поэтому то, что мясо распространено, это, конечно, но когда я была в Турции, была поражена, ну, в Стамбуле. Сколько там рыбы, сколько там морепродуктов, это все очень разнообразно. Так, у меня тут практически уже золотится лучок. Так, давай червячок, тоже мелко. Я думаю, что две хватит. Я тогда пока уберу, потому что он очень активно поджаривается. Мы потом добавим, когда морковь и чеснок. Даже скорее сначала морковь. Очень интересно, но я могу сказать, что когда я узнала, что русская кухня, традиционная русская кухня, это как раз кухня, состоящая из, в основном, наверное, процентов на 70 овощей и круп. Вот очень многие считают, что русская кухня, это там почки тушеные, моченые, да? Ну, если мы говорим о традициях. Но давайте вспомним, что на Руси огромное количество дней проходит... Когда идет кост. Да. И отсюда такое количество блюд из круп, из овощей. Причем, учитывая климатические особенности нашей страны, у нас достаточно много действительно солений, заготовок и так далее. И когда я изучала национальную русскую кухню, да, традиционную, то меня поразило количество каш, которые состоят из не одной крупы, да, а большого количества несладких каш, да, как мы думаем. Для многих каша, это вот на завтрак манка, да, что-нибудь такое, ну, или овсянка. Там сочетание пяти, шести, семи различных круп могло быть. И все это с ручком, не знаю, с морковкой, с карениной. И это очень вкусно. Поэтому вот когда идет кост, у нас блюда костные очень популярны в программе. Так, перемешиваем? Очень вкусно. Да, перемешиваем. Здесь я добавлю немножко. Можно перемешивать. Перемешать. Так много лука нужно на фасоль, да? На фасоль нужно много лука. Так, чеснок я туда добавила тоже. Сейчас немножко пожарится. Прям вот, скажем так, помягче. Помягче. Сюда я добавлю чеснок попозже, потому что он достаточно мелко нарезан. Вот, и чтобы он не пригорел, пока отставлю в сторонку. Я чуть-чуть добавлю масла. Плита такая особенная, я помню. Да, это правда. Это очень специфично. Поэтому я ей помогаю. Здесь, вообще, когда готовишь в гостях, ну, чужая плита, книжи нужно придоробиться, да? Поэтому, как правило, здесь нюанс, и делаешь поправку на это. К сожалению, даже надо привыкнуть даже к кастрюле, сковородке, к сотейнику. Тоже есть такие нюансы. Иди сюда, и убегай. Так, все, ну, здесь все в процессе. Морковку обжариваем просто до... Да, просто немножко обжарить. Значит, нам нужно кипяток. Сейчас откуда? Да, давай. Хорошо. Сколько? Полный чайник. Значит, он нам пригодится. Хорошо. Ну, давай. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, после чего продолжим процесс приготовления. Давайте с нами. Итак, чеснок отправляется к морковке и луку. Мы готовим сегодня блюдо турецкой кухни. Поэтому, если хотите освоить, добро пожаловать. Так, теперь мы добавляем томатную пасту. Мы добавляем томатную пасту. И сразу можно добавить специи. Катей? Специи. Так. Так, Ань, сама к цели. Да, да, специи сейчас покажу. Конечно, чеснок и лук дают сразу. Замечательный аромат. Да, просто невероятный. Вот мы уговорим суп. В суп можно сразу добавить сейчас картофель. Картофель и чечевица. И чечевица. У нас смесь красный и желтый. На самом деле я всегда готовлю только с красной чечевицы. Но можно добавлять немножко и желтую. Ну, когда она проварится, она вся будет почти желтая. Да, да, да. Сейчас, когда размешали суп, можно добавить кипятка, соль и варить до готовности. А какие-то специи сюда добавляются? Да, можно добавить специи. Вот получается, есть специи. Вот получается, вот у нас одновременно готовится и фасоль, и суп. Ну, для того, чтобы вкус был разный все-таки, да, то получается в суп можно добавить карри и можно добавить вот такую вот специю. Чисто такая восточная специя. И где такую взять? Нигде. В восточных магазинах можно добавить карри. А что тут в составе, мы не знаем, да? В составе здесь перец, фенхель. Нет, в Коваровске такое можно купить? К сожалению, такого нет. Такой нет. Угу. Но можно добавить карри? Добавляю немножко карри. Нет, я прям расстроена, я хочу такую. Хорошо. А? Спасибо. Нет, серьезно, Аня, можно где-то вот такую достать? Можно. Можно. Может быть, интернет-магазины есть в таком магазинах? Есть в интернет-магазинах, да. Я очень люблю использовать индийские специи. В Хабаровске они продаются, их во многих местах, они очень такие уже по вкусовым качествам сбалансированные и хорошо, и хорошо идут во все блюда. Это же масала. Это масала, да. Шикарно. Ну, масала в переводе именно смесь. Да, да. То есть смесь определенной специи. Она может быть разная. Разная, да. Сколько добавляем воды? Полностью. Чтобы покрыло, да? Да. Слушай, я думаю, что можно побольше. Еще побольше? Да, это же суп. Так, и мы делаем фасоль. Слушай, я думаю, что еще больше. Еще больше? Да. Хватит. Щедрая душа. Так. Валентина, нужно, наверное, как-то... Так это ты сделаем, да? Давай. Давай, я помогу? Давай. Так, и туда к луку кидаем, да? Туда к луку. Знаешь, потом даже можно добавить туда чуть-чуть вот самого... Бульончика? Бульончика. Хорошо, сейчас сделаем. Можем сверху немножко посолить и поставить тушиться. Так, ну и для бульончика мы сейчас, наверное, знаешь, как сделаем? Угу. Прям вот с поварешкой. С поварешкой, да. Так, сколько? Так нормально будет? Даже два. Две. Две. Даже три. Даже три. Да. Ага. Все, это можно убирать. Это можно полностью убирать и ставим туда нашу вторую сковородку. Угу. Вот сейчас наша фасоль... Видите, достаточно все просто. А, давай немножко посолим фасоль. Все-таки да. Все-таки да. Угу. Все. Сейчас мы ставим ее на медленный-медленный огонь. И долго она так будет? Нет. Она просто должна пропитаться, чуть-чуть настояться, и блюдо готово. Так, быстро. Очень. Знаешь, что прям быстрее, чем я ожидала. Да? Главное, это же что, специи, правильно? Они же нам придают вот этот вот возбуждающий аппетит аромат. Да. Знаешь, тут есть какая-то крышечка? Да, конечно. Угу. Значит, специи мы добавили в суп. Все, она готовится, да? Угу. Так, приступаем к турецкому плову. Да. А в чем особенность турецкого плова? Чем он отличается от всех других пловов на свете? Турецкий плов – это такая достаточно базовая еда. Она есть в Турции всегда. В любом кафе, в любом ресторане, дома всегда она есть. Готовится она очень странно, потому что это просто два ингредиента. Это у нас рис, и это у нас вермишель. Ты серьезно? Да. Все? Все. Но при этом это готовится, сейчас ты увидишь, это будет вкусно. Ладно, потому что просто рис и просто вермишель. Итак, посмотри на эти разочарованные лица мужчин, где мясо. Я думаю, морковочка, лучок, может быть, мы что-то такое добавим? Нет, 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 мы туда не будем ничего добавлять. Для этого нам потребуется сразу кипяток. Я подогреваю чайник. Да. Вот так. Угу. Вот сюда, да? Вот сюда, да. Так, включаем, разогреваем плиту. Сильно? Сильно. Сильно, окей. Так, что еще, масло нужно? Масло. Масло. Хватит? Еще. Хватит? Еще. Хватит. Нет, нам хорошего масла не жалко, конечно, но так, на всякий случай спрашиваю. Так. Сейчас у нас подогревается масло немножко. И мы высыпаем туда вермишель. Какое должно быть соотношение? Соотношение должно быть примерно где-то одна порция вермишели и три порции, три-четыре порции риса. Так, высыпаем. И начинаем все перемешивать. И потихонечку обжаривать. Обжариваем, вермишель обжаривается очень быстро. Обжариваем буквально до светло-коричневого цвета. Вермишель дома я жарю, это факт. Серьезно? Да. У меня мама так делает с моего детства. Пожарить вермишель, потом залить водой, накрыть крышкой, и она готова. Серьезно? Да. Удивительно. Она сначала белеет, потом коричневее. Да. У меня дело в том, что когда муж первый раз готовил турецкий плов, я была настолько, для меня это было настолько странно и дико, что я даже не ела. Да? Только потом, когда я стала готовить сама, я распробовала этот вкус. И самое удивительное, что вот наши дети, наши друзья, они все прям любят этот турецкий плов. Как это вкусно. Это очень вкусно. Знаете, как вкусно жареное вермишель? Вермишель. Но вкусно. Но вкусно. Так, смотри, вот уже скоро. Уже. Так. Дальше. Нет, 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 еще можно жарить. Не переживаю. Нам нужен еще стакан. Стакан для того, чтобы мерный стаканчик. Чтобы кипяток. А, кипяток? Чтобы кипяток примерить. Не отвлекайте. А я возьму стаканчик. Так, вот такая чашка подойдет? Да. Так, держи. Я жарю. Надо отойти в сторонку. Знаешь, что ли, надо сразу включить вторую плиту, на которую поставить просто минимальный-минимальный огонь. Хорошо. Готово. Все, готово. Лей, сейчас сыпь. Сначала рис. И обжариваем рис. Все, вот там немножко воды, и поэтому он начинает так возмущаться на нас. Так, коричневая вермишель, отлично. А специи какие-то, да? Нет. Нет? Нет. Почему? Соль и все? Да? Соли. Так, уже чуть-чуть. Тогда сначала обжарим? Да. Ой, такое дело. Красиво. Вот прям красиво, да? А рис определенный какой-то используете? Да. Я больше всего люблю использовать рис басмати или супер басмати. Во-первых, при нем меньше всего крахмала. Супер басмати. Да. Меньше всего крахмала, он быстро готовится, и он, ну, самый полезный. Все-таки. А вот эти буры там, нет? Не получится так. Угу. Ну, то есть, будем честными, что не для всего подходят буры, дикий рис и так далее. Есть блюда, которые просто не с ним готовятся. Так, вот смотри, уже прям хорошо. Так, нам нужно сразу залить кипятком и закрыть крышкой. Поэтому готовимся. И на медленный огонь поставить? И сразу на медленный огонь. Угу. Сколько кипятка? Кипятка я примерно готовлю один к одному. Сколько у нас было риса с вермишелькой. Все, убираем? Я думаю, что все. Два, сейчас вот еще чуть-чуть. Просто трудно прогнозировать, вот какая плита. Ставим. Ставим. И закрываем крышку. И все? Все. Все. А специи? Специи у нас фасоль. А тут вообще больше ничего не будет? Тут ничего нет. Ну, ладно. Я просто думала, ты скажешь, да, там нет мяса, нет лука, нет моркови, нет чеснока. Я сейчас перечисляю все, что обычно бывает в плове. А нет, я не знаю, баранины, курицы и чего-нибудь там еще. Но там будет очень много специй. Нет? Спасибо. Да. Вот это блюдо самое обыкновенное. Именно, которые не ресторанные, не изысканные. Это именно то, что в Турции едят каждый день дома. Это такие блюда, которые такие основные, базовые. Поэтому они быстро готовятся, они вкусные, они насыщенные. Вот мы сейчас приготовим, да, вот у нас еще кипит турецкий суп, чечевичный суп. Для меня было поразительно, что они этот суп кушают на завтрак. Чего? Потому что это для них источник белка, это для них источник заряда на целый день. Нет, ну борщ на завтрак бывало. Ну, правда, пару раз. Я тоже ем борщ на завтрак. Но чечевичный суп на завтрак. Чечевичный суп на завтрак, да. Вкусно. Подожди, а вообще, вот так, хорошо. Чечевичный суп, что еще едят на завтрак? На завтрак. Яичница? Яичница. Яичница, но только вот не так, опять-таки, да, так интересно. Они готовят, либо готовят вареное яйцо, желательно в мешочек, либо... Понимаю их. Да, либо это получается яичница, но жареная, вот так вот, тык-тык-тык-тык-тык-тык, как будто, не знаю, как это правильно называется, когда она такая становится пушистая. Пушистик. Да-да-да-да. Наверное, она так называется есть, да. Потом они едят, конечно, очень много сыра. У нас дома такая специальная такая большая-большая такая тарелка с крышечкой, где разные виды сыра. То есть, получается, яйца, много сыра и много олива. Так, вот это мне нравится. Вот это мне просто заверните, да, эти курицы. В путешествиях, обратите внимание, какие в Турции вкусные оливки. Они там у них есть, соленые, перченые, замочи. Сань, да у тебя там родственники, пусть присылают. Ну, думаем об этом. Да, надо наладить поставки, это же очень хорошо. Очень вкусно. Чего они там, зазрешь, так живут. Да, да. Пусть шлют. А вообще, вот, традиции собираться с семьей, это есть у всех. У всех это проходит по-разному. Это у вас было какое-то семейное такое застолье, ну, в честь вашего приезда вам? Мы встречались с родственниками, которые живут в Стамбуле, конечно. Это еще пришло на праздник Рамадан, поэтому это был такой большой торжественный ужин. Мы встретились с родственниками. Это было очень, это было вкусно, и это было очень по-домашнему, очень так душевно. Вообще, в Турции к семейным ценностям относятся гораздо более, как сказать, трогательно, чем у нас. Они, во-первых, живут практически все своим кланом рядом. То есть дома, ну, дома, то есть живут все в каждом доме, но дома находятся рядом. Они друг друга поддерживают, они друг друга постоянно, постоянно. У них есть такая традиция, она меня очень сильно рассмешила. Вот, я думаю, что нам тоже надо такую традицию просто в России, просто в обязательном порядке внести. Оказывается, ну, понятно, что большие семьи, тети, дяди, племянники, племянницы, их просто много. Так вот, если ребенок хочет что-то себе в подарок, что-то определенное, он никогда не пойдет к родителям просить этот подарок. Давайте введем эту традицию! Потому что он пойдет к своим тетям и дядям и скажет, пожалуйста, мне там нужен какой-то там либо новый телефон, либо какая-то мне нужна игрушка, неважно, все, что подряд. И тети, и дяди, скрипя вообще-вообще просто вот так вот, жав кулачки, они идут и покупают своему племяннику все, что он хочет. Почему? Потому что их ребенок пойдет к его родителям. Круговая порука. Так, предлагаю сейчас поставить на паузу рассуждение на эту тему. Слава богу. У тебя много племянников? Они взрослые. Взрослые? Ну, это повезло. Да нет, у них запросы-то побольше, поэтому не знаю, я подумаю, можно это вырезать? Давайте посмотрим рекламу. Вот тут, смотрите, какой нюанс. Суп варится. Он уже практически да. Мы должны в него что-то добавить. Да? Когда суп уже будет готов? А как мы это узнаем? Ну, можно попробовать. Ну, по мне так он уже готов, я поэтому не спрашиваю. Ты думаешь, да? Сейчас секундочку посмотрю. Посмотри. Смотри, мы берем картошечку, и она такая, ой, это же показатель, да, или нет? Это показатель, конечно. Ну, вот еще какая-то фасолька, ой, чечевица. Ну, давай, я чего, буквально еще, буквально немножко. Да, пожалуйста. Чуть-чуть. А мы еще добавим к фасоли помидор. Да, мы добавим к фасоли помидор. Сейчас я его почищу. Обязательно его чистить? Желательно, да. Почему? Почему? Ты чистишь помидор вообще чистый. Да. Это был даже не вопрос, как вы поняли. Хорошо. Потому что мы добавили томатную пасту, и для того, чтобы больше раскрыть вкус томатный, мы как раз добавим помидор. Будет вкуснее. Окей. А еще у нас есть лимон. Да, лимон мы будем подавать. Турецкая кухня, она такая... Она очень полезная для здоровья. И вот сейчас же... Казалось бы, да? Казалось бы. Все такие, вот там много жира. Там... Нет? Много жира. Ты видишь, много жира. Нет, я не вижу много жира. Я и мяса-то тут не вижу. Да. И получается, что в готовые блюда в Турции очень любят добавлять лимон. И поэтому как раз именно перед подачей мы выдавим лимон в суп. Получается ощелачивание, раскрытие вкусовых нюансов. То есть я считаю, что будет очень вкусно. Хорошо, я тебе верю. Да. Ну вот обрати внимание, во всех средиземноморских странах добавляют лимон. Лимон добавляют на рыбу. А оказывается, можно добавлять лимон в суп и можно добавлять сверху на овощи. Одного помидора будет достаточно на такой объем? Да. Слушай, а как твой муж переживает вкус китайских помидоров? Поэтому мы стараемся покупать не китайские помидоры. Я поняла. Нет, просто, чтобы вы понимали... Не зря же говорят, да, про испанские томаты, турецкие томаты, наши дачные томаты. Они же другого... Они томаты. Помидор со вкусом помидора. Это же круто. Конечно. Это же редкость. Для меня было, наверное, одно из самых больших потрясений от Турции. Это то, что какие там вкусные продукты. И стало понятно, что, к сожалению... Аня, что ты хочешь? Воздух, солнце. И почва. Почва. Все, все составляющие на месте. Да? Да. Нет, солнце у нас тоже есть. Солнце есть, но... Кстати, ему повезло. Вот жил бы он в Питере, было бы грустно. Не потому что... А потому что солнечные дни мало, как вы понимаете. А у нас в Хабаровске с этим вопросов нет. Да? Спасибо. Да. Нам должно было что-то достаться еще. Нам досталось солнце. Вот. И море, но холодненькое. Холодное. Но я хочу сказать, что в Турции оно же тоже... Там же получается сколько? Четыре моря. И получается... Не все там моря тоже теплые. Не все теплые. И на самом деле Турция тоже так расположена, что мы когда с мужем поехали в Приморье и путешествовали по вот этим сопкам приморских, он говорит, так это же моя родина, Трабзон. Потому что как раз-то климат очень похожий. А Трабзон находится как раз в побережье Черного моря. То есть там практически климат, как у нас. Ну, как в Приморье. Поэтому... Да. Так, подожди, а с пловом мы сейчас чего-то так все сделаем. Так, с пловом я просто хочу немножко перемешать. Давай. Знаешь что, и в плов, наверное... Так, ладно. Плов пока готовится. Можно, конечно, немножко, чуть-чуть добавить огня. Я добавила. Теперь и рис выглядит как лапша. Да. Ты заметила? Да. Почему такой оптический обман? Он прям еще длиннее стал. Так, я думаю, что суп готов. Давай. Теперь мы в него что-то добавляем. Что? Мы его выключаем. И добавляем туда мяту. И сколько мяты мы добавили? Ну, получается, это где-то чайная ложка, ну, может быть, чуть побольше. Так, тремка. Это натуральная мята. Да. Ну, палочки я уберу, чтобы они у нас потом в супе у нас не болтыхались. И все. Слушай, пахнет так как шикарно. Да. Так, и нужно как-то подержать все это вместе или что? Знаешь, он можно не держать. Да. Вот сейчас уже можно его взбить блендером. А блендер взбиваем до состояния прям... Крем-суп. Угу. Давай так и сделаем. Ты знаешь, мне кажется, блендер гораздо лучше работает, если включить его в розетку. Как ты считаешь? Я думаю, что да. Теперь и я так считаю. Ты думаешь, что это как-то не работает. Подожди, а это традиционный суп? Традиционный суп. Да. Внимание, вопрос. Угу. Блендеров лет 50 назад... Ну, ладно, и что, 20 лет назад тоже не было. Угу. И? Как они это делали? Они просто разваривали до такой степени, когда это все превращалось в крем-суп. То есть это был тоже не самый быстрый суп? Не самый быстрый суп, да. А сейчас это очень быстрый суп. Мгновенный. Так, по мне уже нормально. Да, да. Вот, сам готов. Так, подожди, сейчас мы... Чтобы тут не запачкаться. Мношу, мношу, быстро. Угу. Так, и теперь мы его подаем. Подаем. А, лимон. Лимон. Лимон мы будем добавлять в тарелку. Долькой или... Выдавливать. Угу. Так, я тогда предлагаю сделать следующим образом. Мне очень нравится вот эта вот большая тарелка. Угу. Мне кажется, наш суп достоин показаться вот в такой большой и красивой. Угу. Ну и мы как раз после рекламы его подадим. Итак, первое блюдо готово к подаче. А, единственный вопрос. Это лимон не совсем обычный. Или мы можем взять обычный желтый? Обычный лимон. Это который попался в магазине, да? Да, да, да. Это тот, который был в магазине. Потому что я смотрю, он тоже такой нестандартный. Думаю, мало ли вдруг так нужно. Угу. Так, давайте я вот так вот наступлю место. Угу. Итак, торжественно. Он такой должен. Он такой должен быть, такая хорошая консистенция у нас получилась. Ну так мы с тобой молодцы. Ой, мы вообще молодцы. Нет, ты главное видишь, как быстро. Вот понимаешь, обед из трех блюд приготовить за 30 минут, это уже прям совсем быстро. Нет, это хорошо. Это хорошо. Потому что у тебя же остается время на себя. Конечно, конечно. Так, еще чуть-чуть, мне кажется, нормально. Конечно, в турецкой кухне есть еще разные блюда, которые более, скажем так, более сложная компоновка продуктов, да? Угу. Которые готовятся многоступенчатно. Нет, об этом не присоединяется. Конечно, да. Но в повседневной жизни мы очень часто используем такие простые блюда. Достаточно? Достаточно. Так. Можно перчика добавить? Можно. Я вот чуть-чуть. Можно добавить либо черный перец, либо красный перец. Если есть красный перец, который не острый, а такой красный сладкий. А, я же обрадовалась. Или красный острый. Нет, или красный острый. Так. Есть такой. Аня, давай определимся. Красный острый перчик, да, то есть что-нибудь такое. Давай добавим черный, потому что наш красный, вот такой острый, это будет воровый глаз. Давай пока черненький, а там посмотрим. Хорошо. Чуть-чуть вот буквально. И смотри, это все перемешиваем и едим, да? Да. Потрясающе. Так, готово. Первая перемена блюд. Отлично. А теперь скажи, мы можем подавать фасоль или нет? Я думаю, что можем. Фасоль у нас готова. Она у нас была готова практически сразу, просто она у нас потомилась вместе с помидорами. А нормально, что так много жидкости? Да, да. Я просто думала, что, наверное, соус должен быть погуще, чтобы обнимать каждый кусочек фасоли. Так. Можно так. Готово. Хорошо, хорошо. Но, как вариант, мы можем дождаться плова. И подать все это вместе? И подать вместе. Можем подать по отдельности. Вообще, это блюдо даже можно и кушать по отдельности. А вообще, это вместе должно было быть? Я как планировала? Как угодно. А плов не готов? Плов. Вот плов, он почти у нас готов. Он просто должен был бы немножко, еще чуть-чуть более быть в зажаренном состоянии. Но так тоже хорошо. Ну, давай пока оставим. Давай вот еще буквально вот чуть-чуть. Давай, да. А может быть, тогда крышку убрать, и он зажарится быстрее? Да, можно убрать. Так, знаешь что, давай вот этот тоже выключим. Все, мы все выключаем. Мы все выключаем. Мы ждем только момента, когда вот это все у нас хорошенько обжарится. Давай тогда еще раз проговорим, каким образом мы готовили фасоль и каким образом мы готовили с тобой плов. Так, начнем с плова. У плова всего лишь три ингредиента. Четыре. Это масло, ну, я использую оливковое, можно жарить на топленом масле, на сливочном масле. Значит, растопляем масло, высыпаем туда вермишель. Обычный нашу тоненькую вермишель. Обыковленную нашу вермишель, да. Ну, желательно только хорошего качества. Нет, ну это понятно. Да. Обжариваем ее, и когда она у нас обжарилась, мы добавляем туда рис. Но обжариваем мы ее, обратите внимание, вот до такого коричневого цвета. То есть прям, вы, во-первых, почувствуете аромат, он такой очень специфичный. Во-вторых, вы увидите, что она очень быстро набирает цвет и очень важно перемешивать, потому что, если этого не делать, она с одной стороны будет черненькая, а с другой будет беленькая. Зачем нам это надо? Она нам нужна равномерная. Поэтому постоянно помешиваем, помешиваем. Добавляем рис. Рис мы добавляем не просто, а определенного сорта. Желательно рис добавлять басмати или супер басмати. И получается, что у нас на одну порцию вермишели мы добавляем 3-4 порции риса. Ну, определенная такая должна быть пропорция. Ну, один к трём, по сравнению. Один к трём, да. И этот объём, это у нас 100%, и в такой же 100% мы добавляем воды. То есть воды один к одному к сухим продуктам. Сначала мы это всё заливаем кипятком, солим, и потом ставим на медленный огонь, и она у нас потихонечку, потихонечку готовится. Так, отлично. Слушай, ну, ты знаешь, он так вкусно пахнет. Во-первых, за счёт басмати. Басмати очень ароматный. Вот он просто по аромату напоминает что-то сладкое. Такой очень приятный. Фасоль. Теперь к фасоли. Фасоль. Тоже всё очень просто. Всё очень просто. Мы обжариваем. Тоже берём масло, то, на котором мы готовим. Обжариваем, получается. А лучше на топлёном или на оливковом? Вот ты как считаешь? Ну, я готовлю на оливковом. Получается оливковое масло. Добавляем туда много лука. Лук мы порезали крупно. Мы порезали половину луковицы и полукольцами. То есть много лука. Чесночок для вкуса. Всё это дело хорошо пожарили. Добавили томатную пасту. Томатную пасту тоже хорошо обжаривали. А до этого мы отварили фасоль вместе с солью. И уже всё это вместе смешали. И тушим. Потом можно добавить немножко помидор. Меня так, знаешь, и подмывает добавить немножко лимончика ещё. Можно. Можно добавить в тарелочку. Да, при подаче опять же. Так, посмотри, оцени, как здесь дела у нас. Да, всё готово. Всё готово. Смотри, я предлагаю сделать два варианта подачи. Первый вариант. Я предлагаю сделать часть плова подать отдельно, а часть, допустим, вот на эту тарелку, на эту какую ты выберешь, подать вместе с фасолью. Хорошо. Ну, показать, какая может быть разница. Так, и нам понадобится для этого, слушай, чтобы повалёшкой выкладывать, да, потому что, ну, с рисом-то всё понятно. Вот, а это, ну, такое жиденькое. Ну, давай так. Ставим всё сюда поближе. Вкусно пахнет. Кстати, мы давай ещё раз поговорим про специи, потому что без специй эти блюда, конечно, не будут такими. Можно купить индийские специи масала. Они продаются у нас практически во всех магазинах. Они продаются везде. Понятно, что турецкие специи можно привезти из Турции. Можно привезти из Турции. Кто едет, заказывайте. Да. Можно приготовить, можно использовать наши обыкновенные специи, которые продаются в магазине. Просто, конечно, желательно, да, то есть это такой секрет, каждая хозяйка его знает, что если мы готовим два блюда, то не надо использовать одно и то же блюдо, одну и ту же специю в двух одинаковых. Иначе это будет не то. Да. Очень хорошо использовать карри, очень хорошо использовать, в Турции вообще используют такие моно-специи. То есть не масала, как правило, а, как правило, мята. Мята, да. Вот, да, вот, кстати, в суп мы добавляем мята, и как раз мята добавляет, вот, дает вот именно тот, тот такой волшебный, неизвестный такой аромат, который очень вкусный. Так, поехали. Давай, миксуй. Миксуем, да? То есть ты предлагаешь в ту положить вместе. Ну, как хочешь, хоть как вот. Вот, я тебе поставила три тарелки, решай сам. А с чем его этот плов подают, с чем его едят обычно, или сам по себе он тоже прекрасен? Сам по себе он тоже прекрасен. Мы его подаем, я, как правило, готовлю, использую как гарнир, к разным блюдам, со всем чем угодно. Дома мы зачастую едим просто, к примеру, мы готовим салат, и готовим, получается, плов. И прекрасно. А, кстати, хочу сказать такой момент, что вот как мы готовили плов, точно так же мы готовим, заместо риса можно добавить булгур. Сейчас у нас продается в Хабаровске булгур абсолютно везде. Это считается такая очень полезная крупа. И получается, единственное, что мы добавляли воду один к одному, а когда мы готовим с булгура, мы добавляем один к двум. Потому что булгур просто много воды берет. И в булгур можно добавить томатной пасты. А с чем вкуснее? С рисом или с булгуром? Мне вкуснее с рисом. Хорошо. Да, мы уже вкуснее с булгуром. Все, вопросов нет. Так, ну и теперь добавляем тогда фасоль в одну из тарелок. Что ж, подать это тоже как отдельное блюдо. Пусть сделаем так. Так, ну и мы обещали немножечко лимонного сока добавить. И шикарно. Это мы еще болтали. А если бы просто в обычном своем режиме готовили, 20 минут, ну 30 максимум. Ну 30 это максимум. Готово все. Поэтому ожидаем в гости друзей. Может быть вы же хотите устроить тематическую турецкую вечеринку. Может быть вы соскучились по отпуску в Турции. Готовьте вот эти домашние блюда. Все подробности будут в нашем аккаунте. Будет вкусно.тв в инстаграме. Поэтому берите на заметку. Аня. Да, еще ты хочешь сказать? Да. Эти блюда подходят для вегетарианцев, веганов, для тех, кто постится. То есть это такие универсальные базовые блюда. Хотите, ну кто придерживается классической диеты, положите сюда кусок мяса. Да. Прекрасные гарниры. Нет вопросов. У нас на сегодня все. Это была программа Будет вкусно. Аня, мы ждем тебя с рецептами турецких блюд в нашей программе. Поэтому, пожалуйста, уже следующие готовь. Хорошо. Мы обязательно покажем все нашим зрителям. Спасибо большое. Очень приятно было.